МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПОЭБЛО. ГОРОД ЦЕРКВЕЙ И ЖУКОВ. ПОПУ КАТЭПЕТЛЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЙ ВУЛКАН. Чаще всего он скрыт за дымкой, что окутывает город. При этом с испарениями здесь дела обстоят далеко не так плохо, как в Мехико, в двух часах езды на машине к северо-западу. В историческом центре города, куда не кинешь взгляд, непременно увидишь, по крайней мере, одну церковь или монастырь. ПОЭБЛО. ГОРОД ЦЕРКВЕЙ И ЖУКОВ. ПОЭБЛО. ГОРОД ЦЕРКВЕЙ И ЖУКОВ. ПОЭБЛО. ГОРОД ЦЕРКВЕЙ И ЖУКОВ. Монахи-францисканцы, шедшие вслед испанским завоевателям, основали город в 1531 году, после того, как ангелы якобы начертили спящему епископу его план. Францисканцы назвали свой новый город ПОЭБЛО ДЕ ЛОС-АНХЕЛЕС. Он должен был отличаться особым благочестием. Монах, благословляющий индейца, брат Себастьян де Апарисио, францисканец, сделавший очень много для развития ПОЭБЛО. Его причислили к лику святых. Там, в церкви Сан-Франциско, покоится он, святой Себастьян, в стеклянном гробу. И люди приходят издалека поклониться ему. При жизни он помогал всем, кто с огромным трудом добирался до него по тогдашнему бездорожью. Без молитв брата Себастьяна и поддержки его ангелов-покровителей кое-кто из спутников никогда не достиг бы цели. Поэтому и сейчас многие горожане просят монаха благословить на площади перед церковью свой новый автомобиль и всю семью в придачу. Желающих очень много. ПОЭБЛО ПОЭБЛО ИС СОЛОНА ЖУКА Мы увидели еще далеко не все церкви Пробка на пути к одному из красивейших монастырей города Парковка у ворот монастыря Внутри роскошь и персонал в ливреях Этот монастырь давно не является таковым Это отель Люкс Монахини из богатых семей, некогда обитавшие здесь, не желали отказываться от комфорта У них была даже личная прислуга Прославленная кухня Пуэблы тоже изобретение утонченных монахинь Аскетическое воздержание никогда не пользовалось здесь почетом А вот таксисты в жуке Напротив образец скромности Дружелюбно и скромно держится городская полиция Впечатление, дружелюбие и скромности производит весь город Его историческое ядро признано наследием мировой культуры Кому здесь пришло бы в голову, что он попал в быстрорастущий промышленный центр С двухмиллионным населением Пуэбло источает жизнерадостное спокойствие города В котором хочется жить Для этого необязательно быть богатым и занимать старинный особняк И только воды, что вы забили, и струится здесь в городе мало В некоторых домах она бывает всего несколько часов в день Состоятельные граждане, отели и рестораны снабжаются цистернами Маленькая речка, протекавшая некогда через город, пересохла И тем не менее жить в Пуэбле удовольствие В том числе и эстетическое А климат На высоте в 2000 метров над уровнем моря Даже в тропиках чувствуешь себя отлично Благочестивые основатели не забыли о своем здоровье, выбирая место И нынешние инвесторы высоко ценят это его преимущество Они охотно едут в Пуэблу Город развивается, как никакой другой в Мексике Но все же остается верен себе Ничто здесь не нарушает привычного ритма Лишь потому, что роль города в жизни страны возрастает Еще одно свойство Пуэблы Она не раскрывает сразу всех своих сокровищ Многое обнаруживаешь только при повторном рассмотрении Кто бы мог подумать, что скромные стены Санта-Доминго Прячут неслыханное великолепие часовни розенкрейцеров КОНЕЦ 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 Немного в стороне от Пуэблы стоит эта церковь Вверху, на пирамиде Типанапа Огромная древняя пирамида Ныне отчасти раскрытая С первобытных времен была важнейшей святыней индейцев Посвященной богу Кецалькоатлю Испанцы в 1550 году Возвели на ней свою церковь Чтобы тем самым, как можно быстрее Отвратить туземцев от их безбожия Строительство церквей на месте языческих капищ Излюбленное средство миссионеров Санта-Мария де Тонанцинтла Неподалеку от пирамиды Тоже одна из таких церквей Но здесь индейцам было дозволено Самим развенчать их языческую святыню В результате индейская барокко КОНЕЦ Очень медленно, постепенно Следы колонизации и миссионерства Вытесняются индустриализацией и прогрессом Режиссер Альбрихт Хейзе Оператор Хольгер Шуппель Фильм озвучен фирмой СВ Дубль По заказу ГТРК Культура Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин